Здравствуйте, уважаемые телезрители! Это программа «Культурная виза». С вами Наталья Китаева. Сегодня вспомним самые яркие проекты, нашумевшие постановки, а также обсудим итоги годы российского кино вместе с министром культуры Республики Бурятия Тимуром Цибиковым. Год начался с приезда в Бурятию именитых театральных критиков «Новосибирского транзита». Отмечу, «Новосибирский транзит» — это второй по масштабу после «Золотой маски» конкурсный фестиваль России, который объединяет лучшие драматические спектакли. Оценить постановку Сергея Левицкого «Фронтовичка» — основная цель приезда критиков. Мария Петровна, ну куда ты? Ну от меня! От меня хочешь, а Мария Петровна, ну от меня! Победное шествие «Фронтовички» продолжается. Успешно очень прошел спектакль и в Санкт-Петербурге в рамках Дней культуры Улан-Удэ. Ну и я думаю, что это победное шествие будет продолжаться, потому что театр уже получил новое приглашение для участия в театральном фестивале в Красноярске уже в качестве гостя. Что за девица на твоем чемодане сидит? Не ваше дело, Калина Сергеевна! Не ваше дело, Калина Сергеевна! Это мой чемодан! Сегодня имя Сергея Левицкого как режиссера очень активно обсуждается в таком российском театральном пространстве. Спектакли вызывают интерес. Театральные критики постоянно приезжают на все премьерные постановки для того, чтобы посмотреть, пригласить. Ну и более того, в лонг-лист театральной премии «Золотая маска» снова попали два спектакля русского театра. А уже в мае спектакль становится лучшим в Сибири по результатам фестивального конкурса. Слана Полянская, сыгравшая одну из главных ролей, получает награду за лучшую женскую роль. Вообще, театр имени Бестужева представил в этом году много пример. Это и «Преступление и наказание» в формате «Бродилки» и «Осенний марафон» с Ленинградом 70-х и постановки нового литовского режиссера Тадоса Монтримаса. Пьяные и уступите место завтрашнему дню. Браво! Здравствуйте! Меня зовут Светлана Полянская, я играю розу, неблагодарную дочку несчастного Дэвида Лейси, на которого 150 лет свалилась. Вот, это та самая телефонная путь, причем ее секрет. Смотрите, значит, все ее сделаны из двойного стекла. И в красный цвет, так как в своем широким платье не особо видно, в один момент я, в общем, делаю вот так, и уровень воды начинает приниматься. Утонуть в телефонной будке и примерить на себя роль актера. Все желающие могли на проекте «Ночь в театре». Это необычный квест, который организаторы приготовили по случаю своего 88-летнего дня рождения. Театральный язык становится современным очень. Он поэтому-то и начинает волновать уже новые поколения людей. И поэтому, наверное, может быть, вы правильно говорите, стопроцентное попадание в сердце зрителей происходит. Потому что в целом в репертуаре остаются спектакли, которые нравятся предыдущему, скажем, поколению зрителей, которые привык ходить на эти спектакли. Эти спектакли идут в репертуаре. Но появляется и новый репертуар, который создается уже для, может быть, другого несколько зрителей. Кроме прочего, Бурятия в этом году вновь приняла участие в проекте больших российских гастролей. Республику посетил один из самых нашумевших питерских коллективов «Театр Мастерская» под руководством Григория Козлова. Город ваш мне очень понравился. Нам мы даже прошлись и сказали, что у нас атмосфера и улочки. Вот прямо вот очень-очень доброе ощущение. Мне понравились абсолютно все спектакли, можно сказать. Я видел на самом деле из пяти, я видел три спектакля. И нужно сказать, что все три спектакля мне очень понравились. А понравились почему? Потому что есть и режиссерский взгляд очень хороший, есть очень хорошая игра артистов. И очень приятно, что в этом театре очень молодая труппа. Товарищ капитан! Товарищ женщина! Что? Что? Немцы в лицо. Мы в следующем году празднуем 50-летие основания Урецкого республиканского театра кукол «Ульгер». Именно поэтому к нам на большие гастроли приедет Санкт-Петербургский Большой театр кукол. Но это не классический театр кукол. Это театр кукол тоже очень такой молодежный, современный. Да, он переходит в разряд уже такой и драмы, и юного зрителя. Поэтому мы думаем, что очень будет интересен именно молодежи, подросткам. И надеемся, что этим только не ограничится программа «Большие гастроли». Есть еще кое-какие задумки, о которых пока говорить рано. В апреле в Бурятии впервые выступил симфонический оркестр Мариинского театра под управлением знаменитого дирижера Валерия Гергиева. Напомню, это один из старейших оркестров в России. Переговоры со знаменитым коллективом велись несколько лет, а билеты на концерт скупались за бешеные деньги. Концерту предрекали небывалый аншлаг, и он состоялся. Это просто великолепно. Валерий Гергиев у нас, Мариинка у нас, это что-то чудо. Я в восхищении. Все средства, которые были собраны от выручки, они были направлены на реализацию этого проекта. Билеты были достаточно дорогие, стоимость доходила до 10 тысяч рублей, за что мы получили очень много рекламации, очень много жалоб со стороны населения, потому что, конечно, зал оперного театра может вместить порядка 650 человек, но, как вы понимаете, желающих было гораздо больше, и очень многих отпугивала такая высокая стоимость билета. Поэтому мы и говорим о том, что филармоническая деятельность, деятельность учреждений культуры государственных, она должна, безусловно, субсидироваться государством. И в этом смысле наша цель и задача сделать так, чтобы услуги в области культуры были доступными населению, были доступны самым разным слоям населения. Уже этим летом стартовал восьмой международный фестиваль «Голос кочевников». В этом году фестиваль перенесли под открытое небо в туристический комплекс «Степной кочевник» в Ацагатскую долину. Так охот был сделан специально. Мы создаем новые возможности для отдыха, для впечатлений и для развития событийного туризма в Бурятии. Поэтому мы сегодня в Ацагате. Я думаю, что фестиваль наконец-то обрел свое настоящее дыхание. То, каким мы его задумывали восемь лет назад. И в этом смысле, конечно, мы его когда-то придумали, как фестиваль, который будет проходить на берегу озера Байкал. Пока инфраструктура на Байкале не готова. Но вот именно сейчас «Степной кочевник» Ацагат является, мне кажется, прям вот таким очень правильным местом для нашего фестиваля «Голос кочевников». В летние дни в республике прошел еще один международный фестиваль «Алтергана». Три дня спортивных соревнований, концертов и различных конкурсов. Напомню, последний раз фестиваль такого масштаба проходил в Бурятии 10 лет назад. Задумка, конечно, была очень грандиозная. И я считаю, что, в общем-то, все задачи мы выполнили, которые ставили перед собой, и мы должны были показать все достижения. Фестиваль «Алтергана» — это, в первую очередь, фестиваль, конечно, народной культуры, который призван сохранять традиции, язык, такие очень важные бытовые, может быть, даже вещи. В рамках «Алтерганы» прошли уникальные выставки. Дашин Андаков презентовал экспозицию «Душа Азии», а художник Зарик Тодоржиев представил свою теорию хаоса. Это некое пересечение многих таких, скажем, факторов. В первую очередь, это связано с какими-то новыми, стилистически новыми живописными вещами, отличными от старой коллекции. Совершенно спонтанно родилась такая тема. Откуда рождаются, наверное, те или иные идеи вдохновения. Когда пришло предложение сделать выставку в дне «Алтерганы», наверное, самое яркое и самое ближнее, что было по теме, наверное, это название. Сегодня можно говорить о неком всплеске, о очень большом подъеме в развитии изобразительного искусства у нас в Бурятии. Конечно, это связано с людьми-символами, которые добились очень большого успеха. Мы сегодня видим такой всплеск, может быть, некий, даже галереи, которые появляются. Это частные галереи, галереи Орда, галереи, этномаркет «Зам» появился у нас. В художественном музее уже несколько лет работает «Артбелик». Но, может быть, есть желание и стремление, в том числе и продюсеров, продвигать бурятское искусство, бурятскую культуру. А это тот самый клип, о котором расскажут на Первом канале в октябре в программе «Вечерний Ургант». Знаменитый кавер к сериалу «Игра престолов». Театр «Байкал» презентовал свою этноверсию еще в прошлом году, и она сразу стала хитом. А клип набрал более одного миллиона просмотров. Отмечу, в этом году театр открыл свой юбилейный 75-летний сезон. Однако за почти 80-летнюю историю существования у театра до сих пор нет своего дома, своей площадки. «Этот вопрос действительно очень сложный. Сложный, связан он, конечно, с огромными бюджетными инвестициями, которые необходимо сделать. Это строительство нового здания театра. Вот по опыту реконструкции оперного, бурятского, русского театров, мы понимаем, что сумма этого проекта будет превышать даже сумму в один миллиард рублей. И, конечно, сегодня в условиях кризиса сложно решить такие вопросы по финансированию. Но нужно сказать, что мы прикладываем все усилия для того, чтобы театру было комфортно работать. Поэтому и были выделены специальные помещения для репетиции оркестра бурятских народных инструментов. Но это было уже сделано еще в 2009 году. И, конечно, была реконструирована репетиционная база театра. Сегодня большой балетный зал, например, он по площади размером со сцену русского драматического театра. То есть возможности сегодня для репетиции, для работы театра есть. И театр показывает свою эффективность в этом смысле. Твой ветер. Он меня называл «Мой ветер». Ветер! Год российского кино принес в республику свои плоды. Кинолента, снятая в Бурятии, попала на 14-й. Международный кинофестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Фильм «Прикосновение ветра» режиссеров Ольги Веремеевой и Елены Демидовой показали на меридианах Тихого. Наряду с кинокартинами из Японии, Канады, Бразилии и других стран. Сильно десантские вещи не включайте. Вы где ампультуру, кувырки, это не надо. Немножко грязнее. Борцовский, борцовский больше, вязкий. Англия! В этом же году знаменитый бурятский режиссер Салбон Лыгденов продолжил съемки военной драмы «321-я сибирская». История о подвиге сибиряков, сражавшихся за нас и наших детей под Сталинградом в 1942-1943 годах. И мы пошли! И мы пошли! Прокат фильм планируется выпустить в 2017 году годовщине Сталинградской битвы. Ну а завершился год фестивалем бурятского кино. Но в этом году он приурочен к празднованию 350-летия столицы Бурятии. В ней приняли участие 10 бурятских современных режиссеров. Отмечу, несмотря на все многообразие бурятских лент, в прокате уровень нашего кино пока оставляет желать лучшего. Об этом твердят многочисленные отзывы как рядовых зрителей, так и именитых кинокритиков. Да, мы снимаем фильмы, где-то пытаются ребят еще вести прокат по России, но все равно, я скажу вам, что уровень пока еще остается тем прежним. И я надеюсь, что это будет временное явление, и мы будем дальше расти очень сильно. И этот фестиваль будет толчком мощным. Мы рады, что кинематографисты республики поняли самую главную цель, может быть, или мысль из этого фестиваля в том, что необходимо объединяться для того, чтобы представлять и защищать интересы своей отрасли, того направления искусства, которое появляется и зарождается сегодня на новом этапе развития нашей республики. Для этого, конечно, необходимо объединение. Я не понял, ты чего профессионально не занимался? Я говорю тебе о стремлении к чему-то, о мечте, которой у тебя нет. Я знаю, что Бог тебе дал талант, талант. Мы очень рады тому, что бурятские кинематографисты вышли в российские прокаты при поддержке фонда кино. Был создан фильм «Эластика» компании Евгения Замалиева. Это единственный региональный проект, который был поддержан фондом кино на федеральном уровне для того, чтобы, наверное, показать, что в регионах сегодня тоже активно развивается кинематограф. И вот это новое направление, которое связано, конечно же, с появлением новых технологий, новой техники, оборудования, которое позволило региональным кинематографам выйти на фестиваль. Это федеральный уровень и показало, что достаточно много талантливых людей живет у нас в регионах России. Одним из финальных аккордов этого года стали Дни культуры Улан-Удэ. Они прошли как один большой праздник сразу в двух городах – Москве и Санкт-Петербурге. Цирковые шоу, спектакли, выставки, эстрадные концерты. Из Бурятии привезли все самые полюбившиеся произведения и настоящие новшества от артистов. Кроме того, удалось показать не только высокий уровень нашей культуры, но и ее национальный колорит. Видите, ведь это же большое, очень крупное мероприятие. И очень в разных жанрах были выступления. Я считаю, что это действительно такая большая возможность для всех горожан познакомиться с культурой Бурятии, посмотреть, узнать людей, почувствовать, чем люди живут, как они видят мир. Дни культуры города Улан-Удэ в Москве и Санкт-Петербурге прошли с огромным и даже, можно сказать, ошеломительным успехом. Мы все преисполнены огромного чувства гордости и чувства радости. Это не просто слепая радость и слепая гордость. Мы очень четко, ясно и трезво осознаем, что возможность, которую нам предоставило празднование 350-летия Улан-Удэ, показать достижение своей культуры в двух столицах российских, это очень дорогое и важное в то же время удовольствие. Когда наши коллеги очень много говорят о том, что мы должны сделать опору на нашу внутреннюю культуру, на наши возможности наших исполнителей, их развитие невозможно без таких творческих выездов. К сожалению, гастрольная деятельность очень мало и скупо сегодня финансируется государством, только в рамках, может быть, грантовой поддержки какой-то, либо участие в фестивалях. Но вот такие выезды, когда люди получают реакцию зрителя другого, имеют возможность общаться с театральными критиками, имеют возможность собраться с силами и продемонстрировать себя, они дают очень новые, очень важные такие внутренние силы для каждого человека, который принимает участие в таких мероприятиях. Новогодняя программа в этом году очень разнообразна. Самых маленьких жителей республики все театры приглашают на сказочные новогодние представления. А уже с 3 по 5 января у лаунд-дэнса увидит цирковой спектакль «Легенды Байкала» на площадке ФСК. И, конечно, главным украшением новогоднего праздника для взрослой аудитории станет Байкальский рождественский фестиваль, где можно будет услышать молодых солистов и вновь насладиться концертами органной музыки. Дорогие друзья, уважаемые телезрители, с большим удовольствием поздравляю вас от имени Министерства культуры Республики Бурятия с наступающим 2017 годом. Я желаю вам счастья и добра, мира и удачи. Желаю вам всего самого доброго. Приходите в учреждения культуры, наслаждайтесь жизнью, живите полной жизнью, будьте всегда с нами. Субтитры подогнал «Симон»